Окрошка – авторский проект рестораторов Дениса Штукатурова и Матильды Микрюковой. Первоначально открытая в 2015 году. В 2017 кафе получила полный ребрендинг. Впустили больше света и солнца, сконцентрировались на кухне. Мы придумали такое название – Черноморский фьюжн. Оно родилось из понятия черноморской кухни. Люди уже наелись какой-то классики понятной. Средиземноморская кухня, суши, паста, роллы. Оно никуда не денется никогда. Это классика, остается классикой. И я считаю, что цезарь – это уже классическое русское блюдо. Но хочется уже что-то своего. Я не хочу сказать, что мы какие-то революционеры в этом плане. Мы просто выбрали для себя понятие черноморской кухни и черноморского фьюжена и хотим дальше его развивать. Черноморский фьюжен – больше, чем просто кухня. Это история о еде, любви и воплощении идей, говорят здесь. Смешение местных и мировых кулинарных традиций, стилей, техник и получения чего-то своего. Тут нет случайных людей, рассказывает Денис Штукатуров. Для него кафе «Окрошка» стала воплощением давних идей. Поэтому к персоналу особые требования. В первую очередь в команду берут только единомышленников. Мы не ищем легких путей и всегда выдумываем что-то эдакое. И нам очень важно с нашими ребятами, с нашей командой быть на одной волне. Ну, понимаешь, о чем я говорю. То есть вот не надо долго объяснять человеку, что ты хочешь сделать. Чтобы тебя вот так вот ловили просто с полуслова. Самым ответственным было подобрать шеф-повара. Нашли в Петербурге. В своем деле он уже больше 15 лет. Проходил стажировки и работал в ведущих заведениях Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь попробовать его блюдо можно и в «Окрошке». Тщательно отбирает поставщиков продуктов, часто ходит на рынок сам. Для меню черноморской кухни почти ежедневно придумывает новые блюда. Стоит обратить внимание на блюдо пиламида с соусом и шпинатом и морковным кетчупом. Пиламида – рыба, она заходит только по теплому течению в определенное время года в Средиземногорского моря, ну, попадает в черное. Ее, в принципе, на рынке не так уж и много. И на это блюдо действительно стоит обратить внимание, попробовать. У нее плотное мясо. Из черноморской рыбы стоит даже обратить внимание на такую, как кефаль. Мы ее подаем с тартаром из свежего огурца, маринованной калераби и маринованным красным луком. Очень интересное сочетание вкусовое. Сладко-кислая, с рыбой. Мы ее можем сделать также паровую и жареную. Для владельца Дениса окрошка стала чем-то личным. Ему важно было через кухню, интерьер и команду отразить такой Севастополь, каким его знает и любит он. Помимо кафе, курирует проект «Севастополь. 3D-история». Его суть – восстановление города до революционного времени в 3D-графике. В Ютубе можно увидеть промо-ролики этого проекта и виртуально прогуляться по старому Севастополю. Вот и кафе окрошку ему хотелось сделать максимально севастопольски. Кроме кухни, светлого интерьера и команды сконцентрировались и на музыке. Вот эта вот развлекательная наша часть, без которой мы сами не можем жить, без такой качественной, которую делают офигенные местные люди, мы перенесли это сюда. Вживую послушать севастопольских музыкантов можно три дня в неделю. Джаз по четвергам, диджея в пятницу и музыкальные коллективы по субботам. А вот попробовать черноморский фьюжн здесь можно в любой день.